Услышать приглашение к специалисту теперь смогут слабослышащие посетители пенсионного фонда в Чебоксарах. Там установили специальное оборудование. Подробности далее. Чтобы не пропустить свою очередь, Адалина Замикова напряженно следит за табло. Номера талонов и кабин для слабослышащей женщины объявляют слишком тихо. Но и после того, как она попадает к нужному окну, трудности не заканчиваются. Предстоит беседа со специалистом. Однако сегодня Адалине предложили протестировать новое оборудование для инвалидов по слуху. Сейчас буду громкость настраивать. Когда слышно будет, перерасчет будем по нестраховым периодам по детям. Возъявление регистрировать. Работает оборудование так. После настройки слухового аппарата специальные индукционные панели усиливают речевые сигналы и устраняют лишние шумы. Сегодня пришла. Удобно. Все понятно. Перед микрофоном прям все понятно. Думаю, что любой слабый клик человек может услышать, о чем говорит специалист. После устранения всех технических недочетов слабослышащие люди смогут получать консультации у любого специалиста без сопровождения и сурдоперевода. Еще не все сделано, поскольку мы, кроме нашего здания управления пенсионного фонда города Чапасар на улице Калинина, еще имеем другой наш офис на Московском проспекте. Там тоже предстоит такую работу нам провести. Пенсионный фонд – это вообще самая крупная структура, которая предоставляет услуги инвалидам. Следующий шаг по созданию доступной среды – использование данных Федерального регистра инвалидов для назначения пенсии и ежемесячных выплат. А это значит, что подать заявление можно будет через интернет, не выходя из дома. Ольга Пыречкина, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.